МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это агентство специальных расследований, и я, Вячеслав Разбегаев. Мы продолжаем. Наука Третьего Рейха. Что нам о ней известно? У германских учёных были смелые, иногда даже безумные проекты. Они разрабатывали ядерное оружие, учили говорить собак, создавали сверхчеловека и пытались путешествовать во времени. После войны из Германии были вывезены сотни научных патентов. Эти разработки двинули вперёд науку и технику стран-союзниц. Но есть версия, что самые одиозные и фантастические проекты немцы оставили себе. А что, если это правда, и на Земле до сих пор существуют секретные лаборатории и базы Третьего Рейха? Весна 1945 года. Берлин в руинах. Дивизии Красной Армии штурмуют последний оплот фашизма – Рейхстаг. У всех сейчас только одна мысль, одно стремление – подрузить знамя победы над Рейхстагом. И вот она – победа. Все радиостанции мира объявляют об окончательной и бесповоротной капитуляции фашистской Германии. Гитлеровская армия разбита. Но повержены ли нацисты? И куда исчезли сокровища Третьего Рейха? Джеймс Бонд – легендарный английский агент 007. Шпион, вооружённый техникой на грани фантастики. Героя придумал британский писатель Ян Флеминг. Сам бывший сотрудник разведки Её Величества Королевы Великобритании. Карьера Бонда списана с карьеры самого Флеминга. И, разумеется, он был посвящён в разные тайны. Журналист Джерард Уильямс – один из самых известных западных исследователей теории нацистского заговора. Он утверждает, Ян Флеминг, возможно, кое-что приукрасит. Но использование сверхновых технологий – не выдумка бывшего шпиона. После окончания Второй мировой войны в Британии и других странах всплыло очень много немецких технологий. Именно благодаря фашистской Германии первым человеком на Луне стал американец. Это касается широкого спектра вооружений, традиционно соотносимых с так называемым периодом Холодной войны. Это и невидимость. Ну, это целый широкий спектр технологий. Компьютерная техника, там, медицина, химическое производство, так далее, тому подобное. Часть немецких проектов досталась и Советскому Союзу. Это были разработки в области космоса. Группа наших специалистов, включая Королёва и многих наших будущих ракетчиков, поехала в Германию посмотреть, что можно использовать из наследия гитлеровцев. Известный кинорежиссёр Карен Шахназаров тоже изучал немецкие архивы. В одном из недавних фильмов Шахназарова действует чудо-танк. Конечно, были достижения необыкновенные у советской оборонной промышленности. В первую очередь такие, ну, известные как Т-34, конечно, гениальный совершенно танк. Но ведь надо понимать, что я думаю, что всё-таки в целом уровень ещё качества производства был, конечно, в Германии гораздо выше. Вам поручаю поиск и уничтожение немецкого танка «Белый тигр». Конечно, у немцев и, я бы сказал, вообще у европейцев было преимущество. Это примерно то же самое, что сейчас. Он появился, сжёг пять танков, четыре самоходки и исчез. Но главные технологические секреты нацистов, по утверждению британского исследователя Уильямса, оказались далеко за пределами Германии, задолго до окончания Второй мировой. Это был запасной вариант. Подготовка базы на случай поражения в войне. Они вывозили деньги и ценности, а также патенты и копирайты. Возьмём такие компании, как «Сименс», «Доссен», «Круп», «Айджи Фарбен». Почти все они существуют и сегодня. Немцы вывезли много оборудования в Аргентину, Египет, Сирию, Турцию и, конечно, в Швейцарию. Многие исследователи оценивают тот объём средств, который был вывезен и переведён нацистами за пределы Германии в 40-е годы. Это 100 миллиардов долларов по тем деньгам. Значит, сейчас это где-то 600 миллиардов. Учёным Третьего Рейха приписывают создание заменителей шоколада, колбасы и табака. Считается, что именно немцы первыми получили искусственную кровь и синтетическое топливо. Не так давно были найдены две плёнки, доказывающие, что в фашистской Германии велись работы по 3D-технологиям. Но самым таинственным до сих пор считается проект под названием «Колокол». Весной 1945 года войска Красной Армии обследовали шахты в польской провинции Нижняя Силезия и обнаружили там странные останки. Впервые о том, что происходило в подземельях Нижней Силезии, миру поведал польский журналист Игорь Витковский. В 2000 году в книге «Правда о чудо-оружии» он писал, что прочёл стенограмму допроса обергруппенфюрера СС Якоба Шпоренберга. В своих показаниях эсэсовец признавал, в Польше немцы проводили сверхсекретные испытания устройства под названием «Колокол». Проект «Колокол» явился как результат слияния двух ещё более секретных проектов «Фонарщик» или «Поведитель света» и «Хронос». Но что это за устройство? И почему «Колокол»? Впервые его описал в 2001 году британский военный журналист Николас Кук в книге «Охота за точкой зеро». По его словам, бункер, где размещался объект, внешне напоминал знаменитый Стоунхендж в Британии. Там проводились эксперименты с колоколобразной конструкцией, скажем так, в которой использовалось некое, похожее на ртуть, вещество. Его назвали ксером-525. Внутри этого колокола было два полуцилиндра, в которых была загружена некая вот эта вот ртутьеподобная жидкость. Эти цилиндры вращались в противоположных направлениях. Но какую цель преследовали немцы, создавая эту установку? Однозначного ответа нет и по сей день. Чаще других встречается версия о том, что аппарат предназначался для клонирования. «Гитлер говорил, что я выращиваю на сверхчеловека». Российский историк и журналист Андрей Архипов считает, что ученые Третьего Рейха проводили эксперименты со стволовыми клетками и выращивали клонов. «Были получены десятки клонов человеческих организмов. Причем клоны дорожшие до возраста не трех-четырех недель или пяти месяцев, а уже до более-менее реальных возрастов, 14-15 лет». Другой российский исследователь истории Третьего Рейха, писатель Сергей Почечуев, упоминает куда более фантастическую гипотезу. Ученые Третьего Рейха пытались изобрести машину времени. «В данном случае, опять-таки, можно предположить, что это был своего рода телепорт, который позволял телепортироваться материальным объектам, биологическим объектам». Гипотезу создания машины времени пытался продвинуть и британский разведчик, историк авиации Генри Стивенс. Тайным экспериментом Третьего Рейха он посвятил книгу «Неизвестные и до сих пор секретные оружия, наука и технологии Гитлера». «Генри Стивенс говорит о том, что вот эта вот сфера, верх вот этого колокола, он был покрыт специальным веществом, некая то ли ртуть, то ли амальгама, которая позволяла видеть, как пишет Стивенс, некие образы из прошлого. Ну, то есть, грубо говоря, это была своего рода, ну, если не машина времени, то, ну, скажем, некий телевизор времени». Считается, что научным руководителем проекта «Колокол» был известный немецкий физик Вальтер Герлах. Из архивов СС известно, что в конце Второй мировой войны он также возглавлял германский атомный проект «Урановый клуб». «Но самое интересное, что ещё за несколько лет до этого, задолго, в принципе, до этого, даже за несколько десятилетий, он занимался проблемами гравитации». Именно поэтому, по мнению исследователя Алексея Комогорцева, наиболее близка к правде версия о том, что «Колокол» – это сверхмощный двигатель. Так же считает и конспиролог Игорь Осовин. Изучению «Колокола» и поиску его следов он посвятил полжизни. По предположению Игоря Осовина, немцы хотели создать двигатель для летательных аппаратов нового поколения. Но во время испытаний многие учёные погибли. «У многих из них, когда аппарат перестал работать, во рту был такой привкус, ну, как бы, вот такой вот железо или крови. То есть, работающий аппарат воздействовал на людей, хотя они рядом с ним не находились». Чем закончился эксперимент в Польше, остаётся загадкой. Известно только, что в апреле 1945 года немцы эвакуировали устройство. «Специальная эвакуационная команда СС, она, собственно, демонтировала эту установку «Колокол», а все учёные были расстрелены. Однако спустя годы стало известно, что несколько руководителей проекта всё-таки выжили. Их перевезли на одной из тайных немецких баз в Аргентине. В марте 1951 года президент Аргентины Хуан Перрон на экстренной пресс-конференции сделал сенсационное заявление. «Хуан Перрон сообщил о том, что в марте аргентинским учёным удалось осуществить атомный взрыв, причём использовались только местные материалы, причём не потребовался ни плутоний, ни уран. И всё было осуществлено усилиями местных учёных с помощью Рональда Рихтера». Но разве такое возможно? Ядерный взрыв без урана и плутония. И кто такой Рональд Рихтер? Рональд Рихтер работал с такими знаменитыми учёными Германии, как Манфред фон Арден и Фридс Хаутерман. Американский журналист Джозеф Фаррелл сделал сенсационный вывод. Взрыв, о котором рассказал Хуан Перрон – часть того самого проекта «Колокол». Хотя это была лишь журналистская точка зрения. Заявление Перрона и без того вызвало много шума на Западе. Был подготовлен ряд докладов ЦРУ по всем странам Латинской Америки. Именно о нацистском и фашистском проникновении. В докладах фиксировалось, что были радиостанции, были склады оружия. Продолжали приезжать военные специалисты. В докладе ЦРУ, по словам кандидата исторических наук Тамары Афониной, также говорилось, что после заявления Перрона немцы спешно свернули все крупные научные испытания и эвакуировали их из Латинской Америки. Тогда же окончательно пропал и след таинственного колокола. Из архивов СС стало известно. Еще до войны в 20-е годы экспедиция германских исследователей побывала на Тибете. Якобы где-то там, в Гималаях, немцы нашли некие артефакты. Тайные знания о том, что в Антарктиде, в районе ледников Королевы Мот, имеются гигантские подземные полости, оазисы с теплым воздухом. Если пытаться их обнаружить с водной стороны, то их обнаружить невозможно. Либо это подводные пещеры, либо они хорошо укрытые. Но они достаточно большие, то есть они дают возможность укрыться не одному там, не двум человекам, а до сотни, нескольких тысяч человек. Историки также нашли доклад, командующего немецким подводным флотом адмирала Карла Деница. Он писал, что подводники обнаружили настоящий земной рай. И вот с 1939 года по 1945 Третий Рейх делал все, чтобы превратить этот район в такую скрытую базу. В докладе немецкого адмирала Деница также говорилось, что его флоту было дано указание оснастить базу в Антарктиде продовольствием на много лет вперед. Есть в архивах, даже в тех архивах, которые удалось вывести из Германии в Советский Союз, о том, что на Антарктиду поставлялись горючие, поставлялись какие-то, какое-то продовольствие. Из архивов СС известно, что проект назвали «База-211» или «Новая Швабия». Под толщей льдов был построен Новый Берлин, город, который вмещают, по легендам, до трех миллионов человек. Новый Берлин, по версии историка Константина Залесского, немцы планировали заселить исключительно истинными арийцами. Поэтому активно работали еще в одном направлении. Пытались создать того самого сверхчеловека, мечту Адольфа Гитлера. А что, если на Южном полюсе не просто продолжаются исследования немецких ученых, а растет и крепнет новый, Четвертый Рейх? В таком случае остается только догадываться, чем это может обернуться для остального мира. История, как известно, имеет обыкновение повторяться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова